Всем привет! С вами Константин Гражданкин. И тема сегодняшнего разговора нашего с вами, точнее моего монолога, на тему «Задавать вопросы» или так «Задавай вопросы». Тема посвящена, в принципе, всем и тем ребятам, кто у меня уже занимается. На тренингах и тем, кто будет заниматься, и тем, кто даже никогда не запишется ко мне, это тоже не важно, потому что свобода воли выбора – это первичный закон, который вообще существует на этой планете и не только. И нарушить его без последствий не может никто. С последствиями может нарушить, опять же, любой, потому что каждый является творцом. А что он будет творить – это уже другой вопрос, но фишка в том, что он будет обязан попробовать на вкус свое творение. Обязательно. Поэтому, как Зеланд пишет, кармы нету, да, просто он не понимает, что такое карма. Карма – это он называет его законом бумеранга. То есть, ну, опять же, классно взять что-то и назвать по-другому, да, взять те же «Жигули» и переименовать там «Владу Гранту» или еще что-нибудь, да. Ну, круто, это уже ребрендинг такой. Так вот, кармический закон все-таки существует. В каком плане? Как хотите его назовите? Смысл в том, что автору произведенного, значит, какого-то творчества, да, или отношения в сторону человека, или действия какого-то, придется попробовать свое творчество на вкус самому. По сути, как это, добра-зла нету, да, но есть то, что мы не хотели, чтобы с вами сделали в физическом мире, да, а вот, и то, что вы хотите сделать. И вот многие говорят, а могу я какую-то плохую вещь совершить? Я говорю, не знаю, что такое плохая вещь, но ты просто совершишь там что-то, ты можешь совершать это систематически, просто ты будешь тоже обратно это потом получать. Ну, как бы, не обязательно сразу, не обязательно в той форме, но будешь обязательно. Вот это, в принципе, есть. Итак, заканчиваем кармические обсуждения и приступаем к теме «Задавай вопросы». Значит, что такое «Задавать вопросы» и вообще в чем кроется секрет познания мира? Секрет познания мира кроется в умении задавать вопросы правильные. Многие люди могут сразу спросить, а что такое «Правильные вопросы», как правильно задавать? На самом деле, вам это подскажет только ваш опыт. Сначала вам нужно будет просто задавать вопросы, чтобы что-то научиться. Это как, вспомните, младенцы научатся ходить, чтобы хоть как-то, чтобы идти правильно, а не учатся хоть как-то стоять на ногах вообще. Так же и с вопросами. Но развитие подразумевается под вопросами, которые человек задает. И чем точнее человек задает вопрос, тем точнее он получает ответ на свой вопрос. Как бы банально и не звучало общее, но теперь я рассказываю свой опыт и делюсь некоторыми секретами, которые помогут правильно задавать вопросы. Очень многие люди задают мне на тренинге мало вопросов. Почему? Они не реализуют тот потенциал, благодаря которому они записались ко мне на тренинг. Они записались ко мне на тренинг, заплатили деньги и ждут, что я им начну вещать. То есть, буквально ждут от меня, яви нам ко чудо, да? Но фишка в том, что я всего лишь могу, понимаете, что такое свобода воли и выбора. Я не могу за вас решить, куда вам идти и что вам делать. А для того, чтобы вам самим понять это все, вам нужно уметь правильно задавать вопросы. По сути, я вот сейчас встречал, вернее, не встречал вопросов, на которые я не могу ответить. Потому что я понял систему, схему вообще вот этого всего, бедлама, что здесь происходит. Хотя это не бедлама, а красивое сотворение. Но смысл в другом. Смысл в том, что люди, наверное, не знают, что такое, не умеют правильно задавать вопросы. И вот, записавшись на тренинг, люди ждут какого-то чуда. Чудо не происходит. Почему? Потому что человек замер. Что произошло? И все вокруг замерло. Потому что человек не знает, что дальше делать. И вот люди начинают задавать вопросы. У меня есть много ребят, которые на тренингах идут вперед семимильными шагами. Почему? А потому что они задают вопросы, допустим, если обычный человек задает 3-5 вопросов в неделю, да? Скромняга задает один вопрос в неделю, да? А эти ребята задают 15-20 вопросов в день. Почему? Потому что... И почему они вперед двигаются? Они очень больше узнают. Они учатся задавать вопросы. И опять же, многие люди, написав мне в сообщениях, они сдаются сразу. Вот они мне пишут какой-то вопрос, да? Получают ответ, сколько стоит ваш тренинг? 5 тысяч. О, у меня сейчас нет денег. А написала мне одна девочка. Так когда у меня вопросами аккуратно, красиво, без наглости выпытала, я не знаю, на месяц обучения вперед. То есть она как ласковая телятка, двух маток сосет. То есть она умеет и задать вопрос, и правильно его поставить. А если видит, что заданный вопрос не принес результата, она задаст его с другой стороны. И это очень важно. Допустим, я очень много задавал вопросов в мир разнообразных об одном. Для чего мы на этой планете? Там раз приходит вопрос по детям, по еще что-то, да? А что мы еще должны здесь делать, помимо того, чтобы, ну, там, совершенствовать физическое тело, совершенствовать свой ум? Хорошо, а еще что делать? И каждый раз, то есть я пробую я что-то на вкус из того, что мне было дано в ответах, да? Ко мне приходили снова и снова вопросы. И я вновь и вновь, и до сих пор, я часто задаю такие небольшие вопросы, которых я не знаю в мир. И мне приходит опять ответ быстренько достаточно. Так вот, уметь задавать вопросы, это целое направление искусства. И поверьте, что тот человек, который умеет задавать вопросы, он будет всегда совершенствоваться. Совершенствоваться будут все, в принципе, потому что мир толкает однозначно. То, что вы называете проблемами, болезнями, стрессами на работе, оно происходит с вами по одной простой причине, чтобы выдавить вас за рамки вашей зоны комфорта и показать, какой мир согласно вашим желаниям. Ну, допустим, вы мечтаете поехать в путешествие, а вас увольняют с работы, да? И вы не видите, что эта возможность всего лишь дает вам, допустим, кто-то ищет сотрудника на должность, я не знаю, сопровождающего, как меня там в самолеты приглашали сопровождать борта. Так они там бывают за месяц по несколько десятков стран мира. Или, допустим, вам уволили, чтобы вы организовали свое дело и путешествовали с этим делом где угодно. А вы воспринимаете это как проблему. Поэтому проблем-то нету, мир вас толкает. Но всегда нужно себе задавать вопрос. Себе, миру, всем. Всем нужно уметь задавать вопрос. А для чего это со мной произошло? А что это за собой может нести? И я, допустим, никогда не останавливаюсь на одном варианте. Допустим, почему меня уволили с работы? Ну, потому что, чтобы я мог себя реализовать в путешествии. Нет. Я сразу ищу десятки, задаю вопросы в разных направлениях. И вы нахожу десятки ответов, почему у меня не получилось с той или иной работой. И был такой период, когда я там одно время отчаялся работать на себя и хотел устроиться в какое-то там место. Я уже не помню. И у меня никак не получалось. Хотя мое резюме было совершенно. Я как нельзя лучше подходил для этой работы. У меня было все. И высшее образование. И все, и все, и все. А меня не брали. Знаете почему? По одной простой причине. Что когда это время прошло, я увидел, что если бы я ушел на ту работу, со мной бы не случилось тех хороших вещей, которые уже случились. И, скажем, я бы ни в себе не принадлежал. А на тот момент мне же это казалось, типа, проблема, да? На самом деле это не проблема. И когда я научился выискивать со временем вопросы и ответы на них, все стало просто. Для меня нет проблем, для меня нет каких-то трудностей. Все, что со мной происходит, происходит для чего-то. И когда я начинаю задавать вопрос, для чего, мне обычно приходит ответ. Для того, чтобы... Там и ответ. И чем больше, тем лучше. Чем больше, тем лучше. В принципе, вот такое вот видео про умение задавать вопросы. И вам советую. Практикуйте. Все. С вами был Константин Гражданкин. Всего доброго. Пока.